Продолжение следует... Тогда он большой популярностью не пользовался. Вот, я нажал кнопочку громкости вверх, и пошла загрузка Android. Сейчас мы это увидим. Вот, пожалуйста. Здесь мультизагрузка. Чтобы получить ее, прошивается специальное ядро с поддержкой двойной загрузки. И если не нажать ту кнопочку, которую мы нажали вначале, то будет загружаться все та же самая MIGO Hormatan 1.2. Итак, разблокируем. Смотрим. Вот наши рабочие столы. Прокручиваются они достаточно плавно, но с некоторыми дефектами и артефактами. Вот наше меню приложений. Анимация более-менее плавная, но видны некоторые подтормаживания. Значит, в настройках. Можем сразу посмотреть. Вот, Android 4.0.4. Дальше. Значит, некоторые аппаратные компоненты не работают. Что не работает. Во-первых, не работает микрофон и динамик в телефонной связи. Возможно, весь аудиотракт, не знаю. Можно только пользоваться USB-кодами, проверять баланс. Можно, в принципе, позвонить. Вызов идет. Вот, пожалуйста, вызов проходит. Принимается. Но, алло, алло, раз, два, три. Не слышно ни в одном, ни в другом динамике в телефоне. Ничего не слышно. То есть, ни динамик, ни микрофон. У Nokia N9 под Android не работают. Плюс к тому, выдаются всяческие ошибки. Если, например, мы попробуем в настройках установить переадресацию, получаем вот такую ошибку. Попробуем другие дополнительные настройки. Такие, как автоопределитель или ожидание номера к работе с параллельным вызовом. Они тоже не работают. Интернет работает как через 3G, так и через Wi-Fi. Роуминг тоже работает. Сейчас здесь стоит карта 3Mob, он же UTEL. И телефон находится в роуминге в сети Kyivstar. При этом очень часто значок роуминга мы видим, полную сеть видим. И вот только-только сейчас, видите, появился индикатор передачи данных. То есть, подключение к интернету происходит очень медленно и постоянно теряется. Wi-Fi работает. Тоже довольно долго и вдумчиво подключается. Работает Play Market. Пожалуйста, можно зайти, например, в мои приложения, чтобы долго не искать. Посмотреть что-то из неустановленных. И установить, например, MX Player. Кстати, мы потом на нем проверим что-нибудь. Пожалуйста, вот живое доказательство. Market работает. Не только по Wi-Fi, по 3G тоже работает, если нужно. Работают игры. Благодаря полной поддержке 3D-ускорителя и OpenGL можно запускать такие хиты, как Angry Birds Space. Вот, пожалуйста, загружаемся. Не слишком быстро, да. Да, мы изголованы топовыми Android-смартфонами от Samsung и прочих производителей. Но все-таки... Все-таки вполне играбельно. Вот, пожалуйста. Я тут на рабочий стол повыносил отдельные иконочки всего того, что у нас работает нормально. Например, Fruit Ninja. Тоже популярная игрушка, пришедшая с iOS. Вот, пожалуйста. Если приспособиться к немножко сниженной чувствительности и сенсора, то игра вполне нормально работает. Классика. Давайте классику. Пожалуйста. В играх нормально работает звук. Вот, видите, немножко подтормаживает. Может быть, потому что это сейчас идет загрузка из маркета в фоновом режиме. Андроидные кнопки справа не убираются. Они остаются во всех приложениях и играх. Так, ну, в общем, игра работает. Так, поехали. Так, добрались мы до уровня 4.1. Звуковые эффекты потрясающие в этой игре. Вот, один готов. Вот, один готов. Можете мне поверить. В этой игре все работает как положено. И еще есть вот такая игрушка, о которой спрашивали на форумах, пойдет она или не пойдет. Отвечаю, идет. Играть я в нее, правда, не умею. Поэтому покажу, как смогу. К этой игрушке нужно либо скачать отдельно 250-мегабайтный кэш, либо при ее установке иметь под рукой вай-фай, чтобы этот самый кэш загрузился. Да, некоторые артефакты присутствуют. В общем, работает. Вот на этот экран вынесено то, что я успел протестировать и что работает без проблем. Пять игр. Вот еще Миргу я не включал. Так и не смог понять, как в нее играть. Дропбокс работает. Адоб Ридер работает. Работает TeamViewer. Система подключения к удаленному компьютеру по интернету. Работает Google+. Пожалуйста. Вот лента. Вот чат. Вот чат. Вот фото. Не сказать, чтобы сильно шустро, но работает. Текстовый редактор простенький. Хорошо работает. На нем писалась часть обзора. Большая часть. Один из офисных редакторов. Официально бесплатный. Он пытается проверить обновления. Нам сейчас это не важно. Вот у этого офиса есть тестовые файлы, которые можно посмотреть. Это был PDF. Это был Excel. Это был Word. Пожалуйста. С форматированием, с цветами, с картинками. Наверняка совместимость не идеальная, но тем не менее идеальной нету на Андроиде нигде. И приложение это офисное не единственное. Думаю, другие будут работать так же, поскольку доступа к аппаратным ресурсам они не требуют. Теперь поговорим о том, что работает не полностью. Skype. Он загружается. Он подключается к сети, он находит контакты, он работает как текстовый мессенджер. И все. То есть ни голос, ни видео не поддерживается. Видео, потому что нет доступа к камере, а голос, потому что нет доступа к микрофону, как и в телефонном приложении. Дождемся, пусть он авторизуется. Пока посмотрим, вот что. Переключение между задачами, как положено, работает. Как и положено, они убираются из списка, те, которые не нужны. Посмотрим пока еще. Вот, Google Talk. То же самое. Контакты находятся, чат возможен, текстовый. Голосовые функции отсутствуют, не работают. Инстаграм подключается к сети, видит ленту картинок, видит всяческие лайки и прочие события. Вот. Но при попытке отправить фото выдает ошибку. Даже если мы хотели отправить готовую фотографию из галереи, все равно это сделать не получится. Чтобы отправить фото в Инстаграм, придется зайти в галерею. Галерея, кстати, здесь отличная. Ну вот, например, так. Медленно, потому что очень много я на него сейчас взвалил разные задачи. Вот у нас даже есть сразу иконочка Инстаграма. Ну и, в общем, дальше все работает. То есть, картинка обрезается, применяются эффекты, все это вполне юзабельно. Вот, пожалуйста. И все это можно отправить. Работают Яндекс.Карты. Положение определяется по сотовым сетям и по Wi-Fi. Положение по GPS не определяется. GPS не работает. Работает масштабирование. Работают Яндекс.Пробки. Работают все слои. Работают панорамы, пожалуйста. Живенько так. Спокойненько, без проблем работают. Вот. Просмотр видео. Сначала самое простенькое. В формате MP4, видимо, снятое каким-то мобильным телефоном. Видео идет. Звук пропадает и отстает. И, как видим, видео воспроизводится с трудом. Попробуем другой формат. Это у нас флеш. Тоже в разрешении 1080p. Та же история. Звук периодически появляется, пропадает, не хватает производительности. Теперь вот такую ОВ-шку посмотрим. Это вполне себе работает. Это даже МКВ. И в Full HD, видимо, с относительно небольшим потоком МКВ. Ну и здесь звук периодически пропадает. В общем, в Full HD комфортно смотреть не получится, не хватает. Посмотрим обычный SATRIP с разрешением примерно 700 на 400. направо. Давай направо. Все стремятся поверить в это, в его мудрость. Что происходит? Прости меня. Это все правда. Что? Все, что говорили про меня. Прости меня.